Бандиты, причастные к совершению ряда резонансных преступлений, затаились в заброшенном железнодорожном вагоне. Такова вводная совместных учений сотрудников Ивановской Росгвардии и линейного отдела полиции на транспорте. Преступники вооружены. Задача – задержать действие быстро и слаженно. На месте работают сразу два подразделения Росгвардии – ОМОН и СОБР. Оба ответственны и за штурм, и за прикрытие. Цель не из легких – местность из вагона хорошо просматривается. Но подойти важно незамеченными. Фактор неожиданности – одна из основных, определяющих успеха. Только после того, как бойцы бесшумно занимают позиции, начинается штурм. Лестница, как вы видели, у нас используется трап. Из двух трапов соединяется, делается один трап. Там имеется приспособление для соединения. Также лом, ударные инструменты. Щиты заходим для того, чтобы защитить группу, которая входит. Ну и также в случае защитить заложников. Внутри вагона пространство ограничено. Но и это не стало проблемой для спецов. Задержание прошло быстро и четко по инструкции. Задача у нас всегда одна – это жизнь и здоровье заложников. Какой бы ситуации ни было, у нас в первую очередь стоит жизнь и здоровье заложников. Ну и совместное слаживание, вот что мы сейчас показали, отработали. Это, конечно, все нарабатывается, это все приходит не сразу, а постепенно, шажочками, шажочками. Где-то есть недочеты, где-то вот сейчас мы их как раз это рассматривали, отрабатывали. Но в целом, я опять же повторюсь, что прошло все хорошо, гладко, без замечаний, так сказать. Сработали как единый механизм. Цель задержать преступников и передать их в руки правоохранителей достигнута. Но в работе спецподразделений идеала не существует. Так что отработка действий продолжится. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.